Всем привет, дорогие друзья, вы на канале AlexPlay, и это видео по игре Eurotrack 7.2. Сегодня у нас будет Toyota Land Cruiser 200, ссылка на данный мод находится в описании под этим видео. Ну и коротко расскажу про ситуацию у меня в стране. В общем, я, как вы знаете, кто не знает, из города Киев, живу. Сейчас нахожусь именно в этом городе, то есть с семьей, дома. Первые дни ходили в подвалы, было немного страшно, бомбежки, взрывы. Потом вроде все, ну как бы решили дома оставаться. Каменатское время начали бурить. Вот и все, как бы. Сейчас много городов находится под обстрелом, под бомбежкой. Много сел без света, без связи. В других городах тоже вообще и воды нет, и тоже и газа нет, и света нет. Ну, в общем, страшно очень. То есть очень много людей уже погибло. Как наших, так и не наших. Ну, в принципе, ребят, я вообще всегда был за мир. Я просто в шоке с того, что сейчас происходит. И, ну, никто даже не мог предположить, что будет такое происходить. Зачем? Один вопрос. Ради чего? О, не знаю, кому это надо. Страдают обычные люди, а политикам только это все на руку. Это лично мое мнение. Я всегда был за мир. Я нормально отношусь ко всем людям. Вот, неважно, вот он русский, американец, там, белорус, казахстан. Самое главное, чтобы он был человеком. Вот и все. Если он неадекват, его сразу видно. Ну, как бы с ним не стоит общаться. Вот, в общем, что по ситуации в Киеве. В Киеве, ну, как бы говорят, все безопасно. Продукты есть. Логистику всю настроили за пару дней. Ну, в общем, молодцы ребята. Проработали все маршруты поставок продуктов. Все в магазинах есть. Необходимо. Все коммунальные предприятия работают в штатном режиме. В общем, там, операторы, ну, в общем, все идут на уступки в плане банков. То есть, такие вот кредитные каникулы продлеваются. Льготный период тоже продлевается. В общем, все для народа делают сейчас. Потому что все понимают, что сейчас у многих, ну, у многих, как бы, деньги заканчиваются. И кто-то зарыл отлично. Я зарплату еще не получил. То есть, я должен получить за февраль. Еще за первую половину даже не получил. То есть, в целом за февраль должен получить. А сказали, что денег нет. Ну, вы держитесь. Ну, так вот. В общем, не знаю. Там, что-то Глобу зашло на рынок какой-то. Ну, в общем, там, заработала Глобу в Суши Мастере. Говорят, что там какой-то процент выплатят. Ну, и так постепенно будет. Не знаю. Посмотрим. Хотелось бы, конечно, чтобы они выплатили максимально побыстрее. Ну, как бы, деньги есть. Но все равно, знаете, что бесплатно работал. Ну, в общем, как-то так. Все у нас в Киеве. Конечно же, печально, что так все произошло, происходит. Хочется, конечно, чтобы это все поскорее закончилось. Все люди боятся. Всем страшно. Многие покинули свои дома. Многих дома уничтожены. Машины. В общем, все, что они наживали за всю жизнь, все просто потеряли. Да, печально, конечно. Ну, и вот сейчас у нас, как бы, обстановочка в Киеве спокойная. Слышу я не... Ну, только что взрывы какие-то были. Ну, это уже нормальная тема для нас. То есть мы уже к этому привыкли все. Вот, недалеко тут находится от меня Ирпень, Боча. Вот, и как бы я слышу это все почти каждый день. Недавно истребители летали у нас. Гул такой стоял. Ух, прям вообще жесть. И как взорвется что-то в воздухе. Да, я сам я видел, как у нас сбивали что-то в воздухе. Ракеты какие-то, самолеты, не знаю. В общем, столбы дымов, капец, капитальные были. Ну, в общем, как-то так. Вкратце, можно так сказать. Конечно, можно было бы видео сделать какое-то по... Скажите, я скажу... Скажите, по Киеву. Ну, блин, а смысл? Что нам показывать? Я считаю, что это не нужно сейчас показывать, что творится в Киеве. Как бы, кто там где что делает. То есть, так просто рассказать все. В общем, Киеве контролируется, все машины проверяются. Очень много диверсантов ходит. Всех ловят за руку. Как бы, мародеров тоже хватает. Ну, в общем, цены, конечно, некоторые повышают, чтобы продать продукты подороже. Некоторые бесплатно сдают. Ну, в принципе, это... В условиях такой ситуации, конечно, печально. Но... Ладно. Так, ладно. Значит, не знаю, вкратце это или нет было. Так, ну что, я немножко отвлеклюсь, пожалуй, потому что с ума сходишь просто и все. Голова просто... Не знаю. Решил видосик сделать. Land Cruiser 200. Значит, ссылка находится в описании под этим видео. Так, значит... По кабине что? Ну, в принципе, здесь все у нас по одному типу. Двигатель 5,7. В8, да. Ну да. 386 лошадиных сил. Так, коробка у нас одна, 6 ступка. Фух, ребята, это дома не переживал, конечно. Как будто я первый раз видео делаю. Так. Значит, у нас по салону... Ну, вот так у нас салон выглядит, в принципе. То есть, как мы видим. Вот центральное зеркало что-то у нас как-то криво стоит. Может, как-то настроить надо потом. По покраскам, в принципе, все. Все, здесь у нас один свет. Ну, здесь можно всякие плюхи понадобавлять. Давайте-ка посмотрим. Эта морда у нас меняется. То есть, раз... То есть, три варианта есть морды. Ну, я, пожалуй, ставлю вот стоковый вариант. Она мне больше пока нравится. Здесь у нас можно антенку поставить. Что тут еще меняется? Шины у нас одни. Диски только меняются. То есть, раз и два вида у нас дисков. Хромированные можно стекла поставить. Ну, в общем, тут можно поиграться с чем-то. Фаркоп можно вот поставить для перевозки прицепов. И не только прицепы, буксировка там, да? Транспортных средств. Ну, и, соответственно, сзади у нас тоже меняется. Ну-ка, сейчас... Да, то есть, вот так вот она у нас меняется. То есть, в целом... Сейчас вам покажу, как это выглядит. Допустим, смотрите, да? То есть, вот такой у нас крузак получается. Нехиленький, да? Это прям танк уже, можно сказать. Так, возвращаемся в стоковый вариант. Пусть оно все будет у нас в стоке. Мне, в принципе, и это все устраивает. Это что у нас такое? Это что такое? А, тонировка. Я понял, тонировка. Можно без тонировочки обойтись. А, это уже и зад меняется, подождите. А, так это зад. А, ну вот. А, понятно, ладно. Так, это что у нас? Ага, это ветровики у нас. Ну, полезная штука. Ставим. Что это у нас такое? А, эти, скажите, я скажу, пороги. А, что у меня... А, я понял. Ну, что так, что так. Ну, поставим. В общем, все будет у нас в стоке стоять. Ничего не буду сюда ставить. В принципе, ничего здесь такого особенного нет. Прям сверхъестественного. Естественно, навигатор какой-то можно поставить. Но я думаю, что оно тут вообще, вот особенно вот это, вот просто лишнее. Ладно бы здесь, да. Вот подлокотник какой-то, вот для стаканов. Ага, меняется у нас панель. Ну, хотите сказать, скажи, я скажу, панель приборов или как она правильно называется. Органы управления, да. В общем, понятно. Здесь что у нас? Тоже можно всякие плюхи понаставлять. Тоже, ну, я не знаю, как бы, зачем оно надо. Ну, здесь, понятное дело, все идет по стандарту. И здесь то же самое, все. Так, сзади у нас тоже ничего нет. Ух ты. Так, у нас... Ну, я никогда в кузаках не сидел, поэтому не могу говорить что-то про них особенного такое. Так, ну ладно. Давайте-ка. Я уже его купил, в принципе. Сейчас мы посмотрим на этот кузачок. Так, ну что. Вот так вот у нас он выглядит, получается. С третьего лица. Ну, симпатичный. Так, здесь я уже все настроил, потому что изначально я сидел низко, руль был опущен. Ну, вот этот центральное зеркало, оно не регулируется, к сожалению, поэтому оно будет так. А может быть, я что-то и провтыкал. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Переднее. Ну, оно не регулируется, насколько я знаю. Да, видите, вот оно не регулируется. Что бы я ни делал, оно ничего не с ним не делается. Так, ну что, ребятки. Давайте-ка посмотрим, что у нас он может ночью. Какое у него освещение в ночное, в темное время суток, да? Давайте три ночи. Фары врубим. Что-то я не понял. А, зажигание включили. Ну, как-то так. Нет, свет хороший, кстати говоря. Свет реально хороший. И дальний свет хороший. Ну, в принципе, понятно. Так, поворотники. Поворотники. У нас отлично все работает. Замечательно. Отражение есть. Да, слышно все. Так, выключаем. Так. Возвращаем время нормальное. Так, сколько? 10 утра, да? 10 утра. Ох, какой свет, конечно. Как оно все меняется. Так, готовенько все у нас. Так, что мы дальше делаем? Ну, дворники. Дворники. Раз. Кстати, не слышно звук, да? Как резинки трутся. А, нет. Уже не слышно. Опять же, ищу, ищу, ищу погоду хорошую. Елки-палки. G-Suitweiser, по-моему, 0, да? Нет. Ни хрена не видно. Ну, капли даже не попадают на стекло. Вообще. Не попадают они. Ну, ладно, ребят. Ну, что? Давайте заведем его. Так вот все у нас работает. Сейчас немножко по газу. Много звука добавил. Так, немножко у меня камера соскользнула, съехала, поэтому... Если же там поменялось резкое изображение, то не пугайтесь. Так, добавил немного звука. Ну, вот как-то так он работает. Ну, что, предлагаю проехаться немножечко, прокатиться. Не знаю, набрать максимальную скорость, проверить физику, устойчивость машины, в принципе, на дороге. Ну, что... Погнали. Так, у меня по-прежнему первая не работает. Или работает? Ну, работает. Работают, ребят, нифига себе. С первого раза втыкнулось. Ну, в Евротраке она более-менее работает, а в сети-кар-драйвинге почему-то плохо работает. И я не могу понять причину. Что, это в игре, что ли, что-то? Или что? Хотя и в Евротраке то же самое бывает. Может, с коробкой что-то. Может, оно как-то в сети-кар-драйвинге... Не знаю. Ну, не знаю, как оно вообще там связано это все. Что? Настройки, что ли? Бред какой-то. Так, ну что. Уезжаем. Да, хорошая машина. И в зеркалах отображения есть хорошие. Кстати, бывает такое, что вообще печальное. Кстати, и нормальные эти зеркала у нас настроены. То есть, смотрите, да. То есть, бывает такое, что вообще... Мало того, что качество изображения хреновое. Так, еще то, что они вообще непонятно куда смотрят. А тут, гляньте, вообще все прикольненько так. Ну что. Ой, меня уже начинает кидать. Ну, кстати, по поводу кидания руля, это заметили многие. Я думал, что это у меня одного такого-то кидает. Ну, сейчас мы наберем скорость, и машина будет так кидать. Ну, как немного кидать. Руль сам будет крутиться. Причем резко. Раньше такого у меня не было. Вот, смотрите. У меня вот сейчас вот руль просто сам начинает крутиться, куда ему захочется. Так, мы аккуратненько тут съедем. Так, у нас тут трафик двигается. Я не знаю, сколько у меня тут трафика стоит, именно на какой цифре. Так, куда же вы все, блин, лезете? Ну, что? А, тут две полосы, я понял. Ну, блин, кидает уже. Так, надо двумя руками держать руль, потому что, блин, сейчас как закинет нас, и все. Так, у нас черта передача. А что у нас по расходу интересно? Как на других машинах или... Ну, сейчас проверим. Обычно топливо закончится... Обычный бензин топлива заканчивается у нас где-то вот здесь уже, в этом районе. То есть оно уже мигает там. Но пока не мигает ничего. Высокие обороты, высокая скорость. Да без разницы оно кричит, что уже бензин. Ну, вот что это такое? Куда ты едешь, а? Ребят, никогда так не делайте. Я сколько раз уже по магистралям, ну, по этим дорогам ездил. Все время вот хочу перестроиться в левый ряд, и все время смотрю, никто там не летит. Никто там не приближается, обязательно смотрю. Если никого нет, если он там далеко, реально он как-то там едет, то все, я понимаю, что он... Если что, тормозится там, то есть как бы расстояние приличное. А если я вижу, что он прям так нормально приближается, да, и хотя он вроде далеко и летит вроде как, то я понимаю, что лучше пусть проедет. Но потом тут наплевать на это все. Сразу быстренько в левый ряд, опережение сделать, быстренько вернуться в свою полосу и все, потому что машинка у меня все-таки 60 лошадиных сил, 1.4 движок. Не суперкар. Блин. И так тоже нельзя делать. Ну ладно, это игра, в принципе. Ничего страшного. Я виноват, что там дорога перекрыта христами. Стрелочки. А дорогу бы сделали туда. Переходим на пониженную. Ну, в принципе, машинка... Но попробуем сейчас затормозить. Попробуем сейчас затормозить. Вот реально... Да что же вы, блин, делаете? Ё-моё. Блин, эти дороги. То одна, то три полосы, то десять полос. Так, ну что. Двести километров набираем и пробуем тормозить. Блин, в принципе, я уже его разбил из-за какого-то... Извините меня, упыря. Двести километров. Давайте пятая передача. Почему ж... А шестая вырубается? Шестая вырубается. Ну, я и рано включил. Мне надо было нормальную скорость набрать. Ой. Ну, видите, её кидают вообще по полной программе. Смотрите, сейчас ровненько делаю. Чуть-чуть стоит подкрутить. О-о-о-о, аккуратненько. О-о-о, кидают уже. Вот на ровном месте. Сейчас надо прямо... О, вот прямой участок. Попробуем оттормозиться. Тише, 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 тише. О, прямой участок. Ну, да, всё-таки это я зря сделал рулём. Но машина устойчивая. Понятное дело, что... Днище, конечно, да, гладкое прям. Да, машина устойчивая. То есть, понятное дело, что на такой скорости тормозишь, когда нельзя нажимать на тормоз. Потому что можно перевернуться, вот как сейчас. Если не крутить рулём, то просто тормаживаться, то без последствий можно обратиться. Ну, я так решил проверить. Просто ради интереса. Всё работает, значит. Всё машина в исправном состоянии. Так, ладно, ребят. Так, надо что-то как-то приземлиться. Это как-то неудобно. Давайте сюда вот встанем. Всё. Так, ладно, ребят. Всё. Я тогда пожелаю всем счастья и дохода. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Поставьте, пожалуйста, под это видео лайк. По желанию подпишитесь на канал. Я думаю, что... Ну, со временем, когда это всё закончится, конечно же, я буду заниматься дальше Ютубом. То есть, я не буду ничего забрасывать. Просто сейчас такое время, ситуация, что сейчас, ну, просто вообще не до этого. И чтобы хоть как-то отвлеклись... Вот я даже сейчас на секундочку забыл, что это все ситуации нет. А сейчас я понимаю, что сейчас я закончу видео. И нихрена, ну, ничего не поменялось. И ну, как всё было, так и осталось. К сожалению. Поэтому, ребят, вот эти вот 20 минут для меня вказались, что я живу в мире. А сейчас надо возвращаться в реальность, к сожалению. Ладно, всё, ребят. Всем давайте счастья, ещё раз здоровья, удачи. Всем мира над днем. Не ругайтесь, не конфликтуйте ни с кем. Ну, в общем, будьте здоровы. Всем пока.